Здравствуй, зритель! Чё-то я вот решила сменить ракурс. Вообще хотела заснять на балконе, но чё-то пока собиралось, холодно стало. На самом деле, там, в принципе, и было прохладно, не жарко. Но суть такая, что не повторяй, зритель, если ты тоже типа блогер, мою ошибку. Флешку на камере вовремя освобождай, иначе потеряешь так почти час. Ну, минут сорок пять-то точно. Короче, сидела Лёля такая вся бедная, несчастная. Еда есть, денег нет. Значит, захотелось Лёле как-то взбодриться, потому что должен был прийти человек на обед и на пианино. И сделала я себе... Она ещё горит. Аромалампу вам-то не видно, а мне-то видно. Короче, сделала себе. Или видно? Или не видно? В общем, если вдруг видно, то там горит аромалампа. Да, видно. Правда, так может тускло кто-нибудь будет говорить. Ни хрена не видно, включи свет. У меня тут рядом балкон практически, окна запотевшие на балконе. Впервые в жизни у меня балкон застеклённый. В той квартире он не был застеклённый. Дедушка планировал, но как-то у нас случилось, и что не случилось. Короче говоря, думаю, какое бы аромамасло усобачить в аромалампу, чтобы взбодриться, и при этом как бы у человека аллергии вдруг не случилось. Потому что у человека аллергия несколько лет уже на всякие там непонятные ароматы. Решила я не рисковать маслом с непонятным сроком годности, и засунула туда эфирное масло апельсина. Так вкусно пахнет сладким апельсинчиком. Думаю, купить бы апельсинчик или апельсинового сока, потому что хоть там лимонная кислота, вода и сахар, помимо сока, никто же не знает, из чего сам апельсин создан. Хотя, ну, будем верить, что апельсин всё-таки лучше, чем апельсиновый сок с лимонной кислотой, с сахаром и водой. И у меня вдруг случается мелкая оплачиваемая, деньгами финансовыми, да, деньгами оплачиваемая шабашка мелкая, наконец-то. Не бартером каким-то там шила, намыла, мыла, нашила, а именно деньгами. Я так думаю, почему бы мне потом не сходить и не купить себе апельсин. Ну, в общем, пошла я, купила себе апельсин. Он такой, там 4 апельсина, один такой непонятный, два таких неизвестных, один такой плоский. Думаю, куплю 2 апельсина, а вдруг они какие-нибудь кислые. Купила один апельсин. На 192 рубля мне всё вышло, в общем, апельсин. Вот такой вот прям. Надо хоть глянуть, как там это. Последний раз, когда снимала пустые баночки, мне поступила жалоба, что нихрена их не видно. Я думала, из-за засветов. Было видно не из-за засветов, просто потому что не видно. Тыкать в камеру, мне сказали. Хотя вроде как бы в камеру тыкаю, а не в жопу к коту. Но суть такая, что как бы зритель почти всегда прав. Вот я проверяла эти пустые баночки с одной четверти телефона. Мне их видно, лично мне. Ну, может, у кого-то совсем малюсенькие телефоны. Ну, ладно, не будем об этом. В общем, ткнулась я, я вижу этот апельсин, надеюсь. И вы увидите, если вам не видно, может быть, вам проверят строение. Вот у меня у одной подружки, с которой мы одно время не общались. Ну, в общем, по ее инициативе, может, так сказать. Потому что она меня забанила, потом разбанила. Тяжела жизнь эльфиста. То забанят, то разбанят. Ну, короче, это... У нее внезапно вот за два года прошло, что ее зрение ухудшилось. Она мне говорит, у меня зрение на минус один. Думаю, блин, твой минус один, мои минус тринадцать с половиной. Это я даже не понимаю, о чем она. В общем, апельсин. Почему апельсин, я не в курсе. Потому что там цены то видно, то не видно. И когда я соображала апельсин, не апельсин, там еще была связка апельсинов. Ну, думаю, связка апельсинов большая, тяжелая. Вдруг я их не съем. Вдруг они дороже, чем мои. Триста рупий, что я заработала сегодня. Ну, и я, короче, учитывая, что уже немножко на телефон закинула. Давно не кидала. У меня, кажется, там 25 рублей было. Мне Белайн пишет, вот ты об обломала на телефон. А давай за это, за платин. А то будет совсем, совсем никак. Вот такая интересная задница у этого самого. Короче, апельсин. И мне, значит, продавщица говорит, вот этот вкусный виноград, он сейчас по скидке 84 рубля. Возможно, с копейками. Но, говорит, он с косточками. Зато он сладкий. Ну, я взяла немножко с косточками сладкого. Он даже вот сам по себе этот сок был сладкий, когда вот берешь эти ягоды. В общем, тут сколько-то винограда сладкого. Церковь видно, не видно. Тут у меня этот алой. Я часть листьев, в смысле цветов, переволкла сюда. И вот, кстати, может быть, меня увидит эта девочка Ирка, которая на WhatsApp мне отвечает. Мало ли, что у человека случилось. Ирка, смотри, она вот этим цветет. До этого была просто бледно-розовая. И тут еще где-то бутончики были белых. По крайней мере, когда ее в дом перенесла с балкона, они... Вот он отпал. Может быть, какой-нибудь животный ему помог отпасть. Но тут бутончик беленького. Короче, она... А, вон тут беленький. Вот он беленький. Ой, листик случайно зафигачило. И он, наверное... Да. И он отвалился. Но он немножко с краями такими... Блупленными был, скажем так. Короче, он хотел, чтобы его отвалили. В общем, у меня тут фиалка цветет двумя цветами. Двух видов цветами. Осторожненько отпягачивайся. Я их что-то так тут слегка двинула. Потому что у меня тут окошечко открытое. Я думаю, вдруг у меня вот будет в окошечко прыг и выпрыг. Прыг и выпрыг. Хочу попробовать. Ну, чисто показать. Смотри, тише. Окошечко. Может, прыг, выпрыг. Но пока не дошло у меня. В общем, тут у меня виноград. Но я как-то тут покупала виноград. Потому что мне закинули монетку за старую шабашку. Внезапно вдруг было приятно. Ну, всегда приятно, когда вам это кто-то должен. А потом и забывая. Да, тут должен и вдруг вспомнил. Я купила себе немножко винограда. Помню, тогда не обозревала. Что один виноград обозревать там? Один виноград. Бедный, несчастный, безденежный лёль с кучей еды в холодильнике. Вещей и так далее. Короче говоря, он был без косточек, но офигенно вкусный и сладкий. Я взяла немножко ещё. Но он, конечно... Вот этот 84, а этот, по-моему, 140. В общем, виноград. Я взяла себе киви. Я ещё думаю... Один киви. Почём киви, не помню. Думаю, купить ещё там что-нибудь, типа бананчик, яблочко, йогуртик в стаканчике. И замутить салатик фруктовый. Потом думаю, а вдруг груша крепкий. До неё ещё не дошла. А вдруг то-сё. Потом думаю, да ну, вдруг яблоко крепкие. Думаю, ну ладно, потом как-нибудь своя. И потом у меня как бы есть тут что есть. А фрукты, как я тут одну мадам посмотрела, мне что-то Ютуб скинуло. Мне прикольно было просто. Я сначала думала подписаться, а потом посмотрела несколько роликов и поняла, что мне хватит за глаза. И уж подписываться не стала. Будни Мама называется канал. Она недавно открыла канал. У неё 21 тысяч подписчиков. Я поняла, что темы вот эти буднёв мамы очень ходовые. Потому что большинство людей, даже в той же России, это мамочки с детьми. А не какие-то там бездетные эльфи без мужа. Я тут это осень на дворе. Ноябрь пришёл, снега нифига, холодно. У людей мозги морозятся. Ну, у которых они морозятся. Они от этого безумствую шизеют и пишут мне, типа, такой хейт. Ну, вяленький хейт, потому что как бы мало его, да. Держу телефон, будто я в телефон говорю. Хотя я в телефон туда говорила одну вещь. У меня там три ролика, которые до сих пор уже не смонтированы. При этом пишу этот, который буду монтировать фоном. Мне, кстати, сегодня три года, как я в рейн-дропсе, я обязана сделать перевод цветка. Я так решила, что я обязана. Ну и, в общем, короче, этот-то я смонтирую ролик. А другие-то потом когда-нибудь. Купила себе просто киви. И там эта мамочка, она как бы выживание на 500 рублей в неделю, там 100 рублей на день, ещё что-то. Я посмотрела, думаю, блин, я тут выпендрюсь, что-то надо как-то взять себе зажавлю и со следующего месяца, вот с этого уже месяца, значит, как-то соображать, что вот она там бедная, несчастная, тратится на эти овощи. У меня всё есть, кроме капусты. Капусту тут покупала, потому что как бы кабачок есть, вырос. Ну, перца нету, что-то с ним горяк был, с капустой как-то напряг. А всё остальное, картошка, там, морковка, вот это всё есть, как бы. Ну, огурцов свежих нету, здесь только солёные. Ну, в принципе, огурцы как бы не первая надобность. Помидоры до сих пор ещё немножко есть, но как бы вот это всё у меня есть. А человек там тратит, 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 и у него там из этих 500 рублей вот где-то, ну, две трети вот на эти фрукты и овощи уходят. И тогда надо покупать всё яблоко, и говорят, ну, яблоко или компот сварю, или надо, типа, сама съем, типа, фрукт, надо же, типа, есть фрукты. Вот я решила, что надо же всё-таки есть фрукты. И груша, вообще без понятия, что за груша. Она там называлась груша типа форель. Ну, значит, на чеке. В общем, вот такая груша. Она мне показалась мягонькая, я решила, ну, вот сейчас я её держу, она какая-то не очень мягонькая. Я решила, что если она мне понравится, можно будет потом купить. Я помню, мне очень нравилась красная груша, ещё моей бабусе нравилась красная груша, покупала ещё при бабусе. А потом что-то она была такая крепкая, красная груша, и не стало её больше пройдёт. Надо взять, напробовать грушу. А ещё Лёля же тут сваяла уже третий раз вчера шарлотку. Ну, не шарлотку, конечно, бисквит. Там в Инстаграме, наверное, написано, вместо стакана сахара зафигачила стакан красной смородины протёртой с сахаром. Там половина сиропа, половина ягод. Такой специфический. Ирка что-то не рискнула его есть. Хотя, может, я ей не предложила, она у меня чай с зефиром пила, который она принесла. Ну, короче, в общем, яйца у меня идут сейчас в этот сайте, там, кестики, и вот я купила себе яйца. Что-то мне так понравились эти яйца первого... Ай, блин, первой категории или первого сорта, ну, которые крупнее, чем другие яйца. У меня даже в одном крупном яйце как-то два желтка попалось. В общем, вот такие вот яйца. 50 рублей. Самые молодые, 31 октября, остальные постарше были. Даже те, которые подороже, или подороже, и при этом не первого сорта, были постарше. А ещё увидела люди в сети магазинов «Магнит». Печенье юбилейное по 44 рубля. Ну, с копейками. Просто юбилейное, традиционное, 44 рубля, большие пачки. И ещё это овсяное. Но ещё-то я в этот раз вот это взяла не овсяное. Долго думала и взяла вот это вот. Не знаю, может быть, это не во всей сети, а только в нашем магните. Там 19 рублей пачка, вот, которая прочь-то пачка, 112 грамм или как-то так. А вот это по 313 грамм, 44 с копейками. В общем, вот, подчаяние. Яйца. Гьюся. Киви. Виноград 1. Виноград 2. Пиписина. Вообще это как-то, ну, 192. Ну, да, вообще 191 с копейками. Грубо говоря, 192 рубля. Я думаю, может мне как-нибудь провести эксперимент, как там отдам. Вообще, надо посмотреть. На Ютубе много ещё кто выкладывает там, допустим, 500 рублей. Жить на 500 рублей в неделю или ещё как-то. Правда, ну, с учётом, что вот у меня тут все эти овощи и фрукты, фруктов-то как бы покупаются. Овощи-то основные как бы есть ходовые. Со своей его огорода, скажем так. А вообще, со своего балкона, либо они сейчас на балконе хранятся. Ну, а как он там, блин? Ну, мясо там. Типа, вот, купила я столько-то мяса, хватит ли мне его на месяц, буду ли я его есть. Есть приходится, потому что как бы надо. Не поел мясо раз в неделю, хлопаешь ластами. А потом ещё вежливые, вежливые, переживающие люди, мозг нежненько вскрывает. А, мясо ты-то ела? Вот мясо не ел, ты там, вот, кидываешься. Ну, и как бы она там крупы покупала, немножко так, гречки, ещё что-то. Я вот думаю, у меня, в принципе, всё вот эта хрень есть. Я как-то купила, потому что подумала, когда картошка закончится, буду есть вот это всё. Ну, в общем, надо посмотреть, сделать ревизию того, чего у меня есть из еды, такой долголежащий. Лежащий. Посмотреть, что мне надо купить. И потом, может, записать такой, типа, ролик. Типа, вот я тут худею. Шутка. Я тут это, как его там, экономлю. Меня кто-то, помню, просил в роликах, в комментах, точнее, в каком-то ролике или в стримах, что-то такое сделать, рассказать, типа, как я экономлю. В общем, я тут, я экономлю, допустим, реально ли прожить на 500 рублей в неделю. Как-то так. В общем, всем спасибо. Все свободны.